Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников Екзавета Меркурьевна Бьем, в девичестве Индигир, русская художница и иллюстратор-силуэтист. Происходила из старинного рода. Ее предки татары носили фамилию Индигир, которая означает индийский петух. Грамоты, дарованной роду Иваном III. Фамилия была изменена на Индауровой. Елизавета Меркурьевна родилась в феврале 1843 года в Санкт-Петербурге. Детство провела в родовом имени в селе Шепцово. У Елизаветы было три брата и две сестры. Обучалась в рисовальной школе общества поощрения художников в Санкт-Петербурге, окончив ее серебряной медалью. Иллюстрировала в произведении Некрасова сценку из крестьянской жизни, одновременно увлекаясь литографией и литографируя собственные рисунки. В 1867 году она вышла замуж за Людвига Францевича Беома. Несмотря на 18 лет разницы в возрасте, брак был счастливым. В 1868 году у супругов родилась единственная дочь, тоже Елизавета, за божество Барсова. В 1875 году она создает альбом открыток силуэты, а в 1877 альбом силуэты из жизни детей. Оба альбомы напечатаны картографическим заведением Лина. Рисовала открытки и иллюстрировала детские журналы, такие как игрушечка, малютка. Иллюстрировала русскую народную сказку Репка. Создала детские альбомы пословицы в силуэтах, поговорки и присказки в силуэтах. Азбука иллюстрировала басни Крыловой и записки охотника Тургениев. К концу 1880-х стала терять зрение. Работа в области силуэта усугубляла ситуацию. И в 1896 году художница окончательно перестала работать в этой технике. В 1890-х начинается новый период творчества. С этого времени, не бросая занятия акварели, она начинает работать в новой для себя отрасли. Создание эскизов для производства стеклянной посуды. Предметы из стекла, созданные по ресурсам художницы, принесли успех практически сразу после их создания. На Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году, а затем на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году. Начинает готовиться и отправлять стеклянные изделия на выставку Западной Европы к Всемирной выставке в Париже 1900 года. Русский отдел на выставке произвел в Западной Европе фурор. В одном из помещений, павильонах, кустарных изделий и рукоделия России было представлено стеклобьем в русском стиле. Салонкой по эскизу художницы была преподнесена президенту Франции, о чем писалась газета. В начале 1900-х годов художница открывает для себя новую печатную графику и оригинальную открытку, которая выходит под ее именем большими для своего времени тиражами и неоднократно переиздаются. Сотрудничала с издательством «Вольф» в серии «Моя первая книга». Работу художницы в начале 20 века нашли свое призвание и за рубежом. Ее силуэты перепечатывались в Берлине, Париже, Лондоне, Вене, Америке. Участвовали в международных выставках в Париже, Мюнхене, Милане и везде получали медали. В Милане художница получила золотую медаль. В 1904 году художница потеряла мужа. В последние годы жизни много болела, меньше работала. В 1913-1914 году в Париже русским эмигрантом Ильей Лапиным была издана азбука Елизаветы Бьем в виде больших листов с большим количеством рисунков и понятия на каждую букву, над которой она работала последние годы своей жизни. Азбука была издана на французский, мелоны, бумаги в роскошном калинкорном переплете с двумя металлическими от старое серебро застежками и пряжками. Тираж тысячи экземпляров. Умерла 25 июля 1614 года за неделю до начала Первой мировой войны. Была похоронена рядом с мужем на новодельщем кладбище в Санкт-Петербурге, но, к сожалению, могила утрачена. Вот так вкратце из Википедии о русской художнице, иллюстраторе, силуэтисте Елизавете Меркурьеву Бео. Пока-пока, до свидания.